Художники и поэты прославляли этот сезон как один из самых красивых в году. И вы, дорогие дамы, тоже можете придать своему образу осенний колорит. Прислушайтесь к советам Дарьи Чернышевой. Осень называют золотой порой, а вот украшением в этом сезоне золотыми быть вовсе не обязательно, и металл может быть недрагоценным. Модной как минимум с сентября по декабрь будет бижутерия на тему богатого урожая с уклоном в эко-тематику, в том числе и из дерева. Спелые ягоды и даже овощи в разрезе будем не только уплетать, но и эпатажно носить. Ботанические аксессуары бывают не только нежными и аккуратными, но и довольно массивными. Это вообще главный модный призыв 2015 года – не мелочиться. Гигантские серьги, кстати, теперь рекомендуют носить по одной, а от ошейников-чокеров переходить к длинным кулонам-дисюлькам. Необходимо помнить, что крупные черты лица только подчеркнутся мелкими, хрупкими, изящными украшениями и тонкими цепочками. Но если коктейльные кольца идут не всем, они могут подчеркнуть не очень изящные пальцы, то уж кулоны и различные подвески представлены дизайнерами самые разнообразные, и именно поэтому подойдут под большинство ваших нарядов. Вы можете надевать крупные браслеты на перчатки, причем даже не один браслет, а несколько. Не забываем про длинные кулоны, которые должны быть, конечно же, крупных размеров на фоне верхней одежды. Новый этикет предполагает, что повседневные украшения могут быть видны за версту. Ну а мы предлагаем вам выделиться не за счет гигантомании, а с помощью тонкой авторской работы. Например, наш местный талантливый дизайнер создает флористические комплекты из сухоцветов. Результат всегда непредсказуемый. Какие-то лепестки темнеют, какие-то выцветают, а капризные орхидеи вообще изволят гнить. Две недели вдохновляющие герои будущих украшений томятся в томике сонетов, а после начинают превращение. Нам необходима, собственно говоря, смола. Смола – это такая субстанция, жидкая изначально. Мы смешиваем два компонента, после чего она начинает твердеть. Все это дело сохнет 24-30 часов. Вообще смола – очень прочный материал после того, как она засохла. Но цветочки, как и все живое, боятся солнечного цвета. Можно все это носить летом, но нежелательно держать это все при открытых солнечных лучах, то есть на подоконнике где-то хранить нужно, все хранить в шкатулочках. На изготовление одного комплекта уходит несколько недель, а наслаждаться красотой при нежном обращении можно годами. И не стоит думать, что бижутерия кому-то не подходит по возрасту или статусу. Теперь она уже не выглядит дешево и уж точно подходит для коллекции сокровищ.